Попытка теракта в зоне безопасности, который готовили в службе безопасности Украины против делегации ОБСЕ, могла привести к непоправимым последствиям. По сути, это удар по миротворческой операции. А что дальше? При этом в Молдове заговорили о выходе из мирного соглашения 92-го. Похоже, все это часть одного плана – нарушить мир в Приднестровье. Попытка теракта против большой делегации ОБСЕ в Приднестровье. 14 февраля – зона безопасности. Иностранцы едут на встречу с президентом Красносельским в Бендерскую крепость. За всем наблюдает и передает информацию в СБУ Вячеслав Кисничан, где проезжает колонна, сколько машин. В СБУ уже в курсе. Кисничану дают задание – устроить взрыв на дороге, как раз там, где едет кортеж ОБСЕ. В тот день террорист, по сути, испугался. Вокруг было много охраны. А если бы теракт произошел, что тогда? Я думаю, здесь могло бы быть два момента. Момент номер один. Было бы сообщение о том, что миротворческая операция не соответствует реалиям. И момент второй – он был бы направлен чисто уже против Приднестровья. А именно, было бы сказано о том, что все государственные институты ПМР также не могут проконтролировать ситуацию и обеспечить безопасность иностранным дипломатам. Так бы сработал и взрыв в центре Террасполя – это была вторая попытка террориста Кисничана. Так в СБУ ему дали шанс реабилитироваться. Теракт предотвратили спецслужбы ПМР. В Молдове же сразу заявили – ничего не знают. При этом недавно на одном из сайтов появились требования к молдавскому правительству от некой коалиции. Ее еще называют КУП – выйти из соглашения 92-го о принципах мирного урегулирования на Днестре. А еще, что Кишинев должен дать Москве месяц, чтобы миротворцы и ОГРВ покинули Приднестровье. Что интересно, эту коалицию возглавляет экс-посол Молдовы в США. То, что это заявила коалиция, которая не входит в число парламентских партий или ведущих оппозиционных сил, это в принципе означает то, что проводится зондаш. Я допускаю, что господин Мунтяну, будучи послом в США от Молдовы достаточно длительный срок, он оброс там определенными связями, а поскольку Америка, как и любая другая страна, неоднородна, не исключено, что в данном случае за его спиной стоят именно ястребы. Или, как говорил один такой сенатор, я не ястреб, я тяжело вооруженный голубь. Поэтому, конечно же, надо учитывать и то, что эти силы, вспомним Джона Болтона, бывшего известного чиновника из Вашингтона, который призывал вообще уничтожить Приднестровье, некоторых военных деятелей. Ну, конечно же, надо учитывать то, что они хотели бы, чтобы заполыхало еще и на Днестре, и, например, также в Грузии. При этом в Молдове все чаще заявляют о выходе из СНГ. Чиновники во всех бедах обвиняют Россию, запрещают российские новости, телеканалы. Сейчас вот собираются закрыть филиал телерадиокомпании «Мир». Ее создали в 92-м как раз по соглашению глав стран-участниц СНГ. Я думаю, что сейчас, после того, как теракт не удался, сложились воедино два момента. Первая – Молдова немножко связана по рукам и ногам и не может открыто на данный момент заявить о том, что она выходит из соглашения, потому что тогда кардинально меняется ее имидж. С другой стороны, не удался и другой ее заход, уже дипломатический, а именно передать подозреваемых в совершении теракта для расследования в Кишинев. Понятное дело, что после такого расследования за пределами ПМР они бы заявили о том, что их там либо зверски пытали, либо давили психологически, а они сами ни в чем не виноваты. В Приднестровье сказали, задержанных по делу о терактах не выдадут, при этом готовы сотрудничать со всеми иностранными службами. Следователям открываются все новые детали. Похоже, попытки теракта в Приднестровье связаны глобальными нитями геополитики. Приднестровье обратилось ко всем участникам переговорного формата 5 плюс 2 и Совбезу ООН с целью установить истину.